Более двух тысяч казахстанцев погибают каждый год в ДТП и свыше 19 тысяч получают увечья. Глава МВД отчитался перед Улжасом Вехтеновым на совещании. В свою очередь глава правительства поручил навести порядок на дорогах страны. Пять школ в Западно-Казахстанской области не имеют лицензии. Об этом стало известно на аппаратном совещании в областном Акимате, где глава региона Нариман Турегалиев раскритиковал работу чиновников от образования. Более двух тысяч казахстанцев погибают каждый год в ДТП и свыше 19 тысяч человек получают. Об этом сообщили в МВД Казахстана. Глава ведомства отчитался перед Улжасом Вехтеновым на совещании. В свою очередь глава правительства поручил навести порядок на дорогах страны. Вся подробности расскажем в следующем сюжете. Дорожно-транспортных происшествий стало больше. На это повлияли рост количества автомобилей, состояние дорог, низкая дисциплина водителей и изменившийся подход к учету ДТП. Одна из главных причин – это состояние дорожного полотна. Всего 3% республиканских дорог соответствуют требованиям безопасности. Это только 3 тысячи из 95 тысяч километров. За невыполнение обязанностей ежегодно расследуется порядка 15 уголовных дел. Однако это не снижает аварийность, высокий уровень смертности на трассах областей. В июле в Каргандинской области на ремонтируемом участке Алматы и Екатеринбург за две недели в трех ДТП погибло 9 человек, травмировано 14. В Октябрьской области из-за одной ямы в двух ДТП пострадало 4 человека, один из них погиб. Такие факты есть в каждом регионе. Особенно в плохом состоянии загородные дороги сообщили в ведомстве. И за это с начала года выдали более 24 тысяч предписаний Акиматам и Минтранспорта. Наказали 3,5 тысячи должностных лиц, ответственных за дороги. А вот Бектенов отметил, что на безопасность дорожного движения напрямую влияет техническое состояние автотранспорта. Ежегодно в республике наблюдается рост автопарка. При этом, однако, технические осмотры машин проводятся некачественно. Вопрос безопасности на дорогах и сохранности жизни людей всегда должен быть важнее коммерческого интереса отдельных лиц. Пора навести порядок в работе центров технического осмотра. Министерству транспорта поручаю выработать механизм эффективного контроля за качеством проведения технического осмотра транспортных средств. Надо срочно возводить более 6 тысяч километров дорог с четырьмя и более полосами, сказал Ержан Саденов. Ещё одна проблема, названная выше МВД, это низкая дисциплина водителей на дороге. Отдельные замечания к автошколам, которые обучают на права. МВД проводится большая работа по наведению порядка на дорогах. Акцент на профилактику. На 58% больше выявили нарушений ПДД, в том числе на 70% выездов на встречную полосу. На 15% возросло число задержанных пьяных водителей. Они подвергнуты адам аресту. По фактам повторного управления в нетрезвом виде, рост уголовных дел на 20%. В два раза больше лишены прав злостные нарушители. Ещё проблемы в частных перевозках водители интернет-такси работают без отдыха днём и ночью. Они не проходят ни технические, ни медицинские осмотры. И это тоже влияет на статистику по ДТП, сказали в МВД. Гульнара Умара, Вагонизат Успанов, Нурлан Шамгонов, ТДК-42. 90 ДТП с участием двухколёсного транспорта произошло в Уральске с начала текущего года, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщили в департаменте полиции. С ростом популярности мопедов и самокатов появляются новые вызовы для городской инфраструктуры и безопасности. Какие риски представляет двухколёсный транспорт и планируется ли в городе установка специальных дорожек, узнавали наши корреспонденты. Лето – время, когда на улицах города заметно увеличивается количество двухколёсного транспорта. Велосипеды, мопеды и самокаты позволяют удобно и быстро добраться до работы и места отдыха. Однако с ростом их популярности растёт и количество инцидентов, связанных с их использованием. «Ежедневно из 70-80 пациентов 5-6 обращаются к нам с травмами от двухколёсного транспорта, и это количество растёт. Среди них есть и подростки, и школьники, и дети дошкольного возраста». Неправильная эксплуатация двухколёсного транспорта представляет серьёзную опасность на дорогах. Напомним, что 20 июня этого года в селе Перемётное района Байтирек произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда и мотоцикла. В результате аварии пострадали подростки 2006, 2007 и 2008 годов рождения. «За текущий год было зафиксировано 90 случаев ДТП с участием электросамокатов и мопедов. Из них 64 случая с получением травм и два случая с летальным исходом. Обращаем ваше внимание, что запрещено передвигаться на мопедах и скутерах без водительских прав и шлема». Проблемы возникают и из-за инфраструктуры города. Основная причина возникновения аварии – отсутствие специализированных дорожек для двухколёсного транспорта. Представители ЖКХ говорят, что райс был построен много лет назад, и в нём не предусмотрены специальные дорожки. «Из-за того, что наш город старинный, установить велодорожки по всей территории невозможно. Наши улицы не предназначены для этого. Но в новых микрорайонах, таких как 10-й микрорайон Акжаик, предусмотрены спецдорожки». Велосипеды, мопеды и самокаты стали неотъемлемой частью современной городской жизни. Их использование требует ответственности и соблюдения правил безопасности. Зарина Шакешева, Марлен Искалиев, Марсель Шайхиев, Телеканал ТДК-42. Пять школ в Западно-Казахстанской области не имеют лицензии. Об этом стало известно на аппаратном совещании в областном Экимате, где глава региона Нариман Турегалиев раскритиковал чиновников от образования. Поводом послужило и то, что в регионе не проверялась безопасность школьных автобусов. Он поручил немедленно провести соответствующую работу для устранения имеющихся проблем. По данным областного управления образования, в новом 2024-2025 учебном году в 374 общеобразовательных школах будут обучаться более 125 тысяч учащихся, из которых 10 тысяч ученики первого класса. В 36 колледжах готовят студентов по 58 специальностям. В 549 дошкольных организациях воспитываются более 32 тысяч детей. В Западно-Казахстанской области осталась вне пилотного проекта «Единая система очереди», внедрённого в ряде регионов республики. «В нашем регионе этот проект пока не реализован. Подготовка ведётся только для города Уральска. В настоящее время возможность интеграции ЕГО в системы прекращена. И вместо неё используются информационные системы в районе Байтирек-Индига и Инкрафта в городе Уральск». В сфере образования области работают 15 158 учителей. Однако требуется ещё 245 сотрудников. Главный учитель региона заявил, что эту потребность закроет до нового учебного года путём привлечения молодых специалистов. Акимобластина Риман Тургалиев подчеркнул, что недостатка в специалистах быть не должно. Также в области 10 школ работают три смены. А здания 16 школ признаны аварийными. Капитальный ремонт школ в Базар-Тубе и Раздольном начавшийся. В 2022 году продолжается до сих пор. Глава региона получил ответственным завершить работу до нового учебного года. «Вопрос по школам Базар-Тубе и Раздольный до сих пор актуален. Почему работы не начались в начале года? Когда планируется завершение строительных работ в этих школах? Необходимо завершить строительство двух школ как можно скорее. Узнайте, почему работы до сих пор не завершены». Как стало известно, четыре государственные и одночасные школы в регионе не имеют лицензии на образовательную деятельность. По мнению представителей отрази, это связано с несколькими факторами. Руководители отмечают, что одной из основных проблем является постановка учреждений на баланс. Нелицензированные школы – это все новые учреждения. Задержка в получении лицензии связана с тем, что школы до сих пор не сданы на баланс из-за некачественных строительных работ. До сентября планируется решить вопрос о получении лицензии. Документы Жамбулской школы полностью оформлены и поданы для получения лицензии. Мы работаем с Министерством образования, чтобы ускорить этот процесс». До начала нового учебного года остался один месяц. Вопросы в сфере образования будут находиться под непосредственным контролем заместителей Акима области. Ответственно поручено посетить объекты, внимательно ознакомиться с ситуацией и решить проблемы в кратчайшие сроки. Для установки новых остановочных павильонов в Уральске требуется 17 миллионов тенге. По плану предполагалось строительство 10 новых павильонов в начале текущего года. Однако выделенные средства от государства не поступили, как сообщают специалисты отдела ЖКХ. Предполагается, что новые остановки будут сделаны из твердого стекла. Всего на территории города насчитывается 357 остановок, из которых только 197 оборудованы павильонами. 64 остановки были переданы малому бизнесу, а также в городе имеются 4 теплые остановки, находящиеся на балансе отдела ЖКХ. В Уральске еще предстоит установить павильоны на более чем 90 остановках. На сегодняшний день был проведен конкурс и выбраны подряд на организации, но из-за отсутствия финансирования работы не начаты. В городе установлено 35 остановочных павильонов, которые уже есть в планах на ремонт. В Уральске завершили установку 27 малых архитектурных форм. Статуи начали появляться на улицах города с осени прошлого года. Малые архитектурные формы направлены на улучшение городской инфраструктуры и создание более привлекательной среды. Объекты стали украшением улиц города, добавляя уникальный шаром и привлекая внимание жителей и гостей. В следующем году Акимат города не планирует устанавливать новые малые архитектурные формы. На данный момент сейчас поставили караван, хозгу, кокпар. Как видите, сами стояли в этом прошлом первом произведении. Также сейчас поставили пирамиду, где Джангархан, Чаганнабережка, там стоят лошади. В основном проезжающие части, которые проезжают гости города, где видно, в таком месте ставим. В следующий год, надо думать, пока что у нас в планах нету ставить малых архитектурных форм. Полиция Туркестана выявила водителя, который задолжал 153 миллиона тенге по алиментам и штрафам. Сотрудники патрульной полиции и управления полицией через программу «Корхау» «Опасный водитель» ежедневно проводят ОПМ на территории областного центра. В ходе несения службы сражи порядка получили сигнал на автомобиль марки «Равон Нексе Р3» по улице Кожаново. Как выяснилось, водитель задолжал 153 миллиона тенге. Из них 700 тысяч тенге – штрафов за нарушение правил дорожного движения. Это нарушение правил платных дорог, превышение скорости, стоянка в неустановленных местах и т.д. А остальные 152 миллиона 300 тысяч тенге – это алименты и банковские долги. В целом, за последний месяц туркестанская полиция с помощью программы «Корхау» выявила около 100 автомобилей с неоплаченными штрафами и задолженностями. С водителем, который задолжал 153 миллиона тенге, мы провели разъяснительную работу о необходимости своевременной оплаты задолженности. Автотранспорт во дворе на штрафстоянку. 4 миллиона тенге перевел мошенникам пенсионер из Октобе. Пожилой мужчина попался на уловки злоумышленников и в итоге лишился всех своих сбережений, хранившихся на банковском депозите. Как выяснилось, потерпевшему позвонили в мессенджере WhatsApp. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и убедил жертву, что на его банковской карте замечены мошеннические действия. И для предотвращения операции необходимо следовать инструкциям службы безопасности банка. Далее позвонил сотрудник службы безопасности банка, который сказал пенсионеру, чтобы остановить данные действия, необходимо перевести деньги на безопасный счет. Потерпевший выполнил все по инструкции и лишился около 4 миллионов тенге, находящихся на депозите. Напоминаем, что никаких безопасных резервных счетов не существует. Если перевести деньги, то они окажутся на счете мошенников. Селф-менеджмент и непрерывное развитие. Тренинг под таким названием был организован Департаментом агентства по делам Госслужбы по Западно-Казахстанской области и филиалом Академии Государственного управления. Спикером мероприятия выступил профессор Национальной школы государственной политики, кандидат экономических наук Жан-Булат Даухарин. Цели и вопросы тренинга узнали наши корреспонденты. На лекцию, посвященную самоконтролю, которая будет организована впервые в Уральске, пришло много заинтересованных слушателей. Руководители Департамента управления и сотрудники Акиматов приняли участие в тренинге «Селф-менеджмент и прерывное развитие». Главная цель нашего мероприятия – это повышение квалификации наших руководителей при принятии решений во благо населения области. Тренинг проводит доктор экономических наук, профессор Национальной школы государственного управления Даухарин Жан-Булат, который является признанным лидером в своей сфере, а также в проектном управлении. В постоянно меняющемся мире важно развивать себя и работать над собой. «Селф-менеджмент» приносит большую пользу тем, кто хочет учиться. Специалисты приобретают такие навыки, как эффективное использование времени, успешное проведение переговоров и развивают лидерские качества. Почему выбрана эта тема? По той простой причине, что мы сейчас говорим, что ситуация у нас меняется, турбулентность среды. Сейчас мы говорим о том, что развивается информационная технология, искусственный интеллект. Помимо того, что мы говорим о том, что активность населения намного возросла, поэтому эффективность государственных случаев стоит на первом месте. А для того, чтобы повысить эффективность и не обращать внимания или, допустим, не уделять пристальным внимания процессам или каким-то операциям, мы должны повысить эффективность государственных случаев. Филиал Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области занимается повышением профессиональной квалификации государственных служащих. В этом году планируется обучить 1500 специалистов. По итогам первого полугодия обучение прошли более 740 государственных служащих. Воспитание патриотизма через экологическую культуру. Под таким названием в Уральске провели встречу с общественностью по случаю 85-летия эколога Наримана Утешева. Подробнее в сюжете. В Ассамблее народа Казахстана Акиматом Западно-Казахстанской области совместно с Общественным объединением эколого-туристского движения «Кохам-на-Келеса» и «Безденгжаех-наш-Урал» была проведена встреча с общественностью области на тему воспитания патриотизма через экологическую культуру, посвященная 85-летию эколога Наримана Утешева. Сегодня здесь собрались ученые общественности, его коллеги, его единомышленники, участники нашей экспедиции с целью поздравить Наримана Сулейменовича, пожелать ему многие лета и самое главное, наверное, это сказать большое спасибо Рахмет за ту активную жизненную позицию, которую он осуществляет все эти годы. Заслуженный эколог Казахстана Нариман Утешев вот уже 60 лет работает на благо общества. Сегодня он выразил свою благодарность всем собравшимся за круглым столом. Я благодарю всех за сегодняшнее мероприятие, за эти теплые слова, которые сказаны на мой адрес. Естественно, в процессе, когда я слушал, я вспоминал события, которые были в моей жизни, какие-то фрагменты биографии. Последние 30 лет жизни Утешева Наримана Сулейменова тесно связаны с проблемами экологии. Он является одним из первых организаторов предохранной деятельности Западной Костанской области. Благодаря ему решения проблем экологии регионы стали приоритетными. Международный день молодежи планируют отпраздновать с размахом в Уральске. Значимое событие будет отмечаться более 10 дней. Специалисты сообщили, что одним из главных мероприятий станет фестиваль «Жаик-Жастере». Об этом и других планируемых событиях в следующем сюжете. 12 августа отмечается Международный день молодежи. Празднование в Западно-Казахстанской области начнется 1 августа. Если в 2023 году праздник длился два дня, то в этом году он растянут на 12 дней, сообщил руководитель управления общественного развития Западно-Казахстанской области Дархан Кадралиев. С 1 по 3 августа в Уральске пройдет летний молодежный лагерь для волонтеров, участвующих в борьбе с паводками. Также планируется встреча с Акимом области для участников лагеря и активной молодежи. В этом году в области реализуется региональная жилищная программа «Жаик-Жастере», в рамках которой 35 молодых семей уже получили квартиры. И до конца года планируется выдача еще 5-6 квартир. В преддверии Дня молодежи Аким области Турегалиев вручат ключи от квартир новым владельцам. 3 августа в городе и во всех районах области пройдет акция «Таза-Казахстан» с участием более 5000 молодых людей. 4 августа запланированы мотивационные встречи с успешными людьми. 5 августа состоится мероприятие «Жастрага-Кинес». 6 августа – «Белемделер-Додаса». 7 августа – «Бастанха». А 10 августа – КВН Кубок Акима области с призовым фондом 1 миллион 800 тысяч тенге. Основным мероприятием праздника является фестиваль «Жаик-Жастере», который пройдет с 10 по 12 августа. В фестивале примут участие команды из 12 районов и города Уральска. Ожидается не менее 1000 молодых участников. С 11 по 12 августа будут избраны лучшие команды в 13 номинациях по направлениям «Спорт», «Искусство» и «Образование». Победители и призеры получат денежные призы, статуэтки и медали. Результаты будут определяться по баллам, набранным за 12 дней мероприятий. По словам организаторов, призовой фонд фестиваля составляет 2 миллиона 300 тысяч тенге. На общекомандное место будут присуждены 500, 300, 200 тысяч тенге и по 100 тысяч тенге в каждой номинации. В фестивале могут принять участие молодые люди Западно-Казахстанской области в возрасте от 14 до 35 лет. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Марсель Шайхиев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...